Вот такие препятствия после того, как растаял снег по улице Халтурина, зачастую приходилось преодолевать местным автовладельцам. Не меньше хлопот весенней распутницы доставляло и всем жителям частных домов по Халтурина. Чтобы принести воды из колонки, пойти в магазин или на работу, приходилось надевать сапоги, потому что грязи было по коленам. И каково же было удивление местных жителей, которые куда только не обращались со своей проблемой, когда на их улице появились самосвалы с щебнем и строительная техника. Вот у нас местные жители. Представитель, пожалуйста, расскажите, как дорога выглядела раньше? Ну, как выглядела? Примерно как фронтовые дороги бывают, так еще хуже. Раньше в это время в туфлях выходили сюда, асфальт был. А сейчас в сапогах дальше не можно выйти дальше от обочины. Раньше, чтобы сходить за водой, нужно было преодолеть вот такое большое и грязное расстояние. Уложенный здесь по старому сибирскому тракту еще в советские годы асфальт уже давно пришел в негодность. А это весной эта дорога окончательно превратилась в полосу препятствий, поскольку по ней передвигался тяжелый технологический транспорт, который задействован на минимизации последствий провала в бывших садах Ключики. То, что компания «Уралкалий» делает большое и важное дело для своего города, местные жители понимают. Безопасность – дело серьезное. К тому же реализация этих мероприятий находится на контроле у городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и органов Ростехнадзора. Вы бы видели, какие грузы. Мы сфотографировали на телефон и хотели отправить. У нас на телефоне вот это есть четыре. Я не знаю, сколько тонн. Это шли вот подряд четыре машины. А какие машины идут с щебенкой. Это все продавец. Но это было раньше, а сейчас буквально за один день, как по волшебству, дорога покрылась добрым слоем качественного щебня. Как нам рассказали строители, этот гранитный щебень не будет пылить и рассыпаться. При этом отлично будет отводить воду во время дождей. Что это у вас за бумага такая важная в руках? Документы о качестве продукции. То есть это сертификат качества на щебень. Вот такое по-настоящему доброе дело организовала для измученных местных жителей компании Уралкалий. Только за минувшую среду здесь уложили 264 тонны щебня. Как нам стало известно, Уралкалий, как социально ответственная компания, планирует и в дальнейшем держать руку на пульсе этой ситуации. О том, что щебень здесь в конечном итоге будет еще выровнен и укатан, жители еще не знают. Но даже от такого ремонта эмоции только положительные. Какие? Конечно, хорошие. Если сделают, они все по-любски. Ну и с ведрами будете ходить до воды нормально. Да, можно будет босиком ходить. Ну, сейчас вот сегодня, слава богу, хоть калуши одевать не надо. А дальше что будет, как думаете? Ну, надеемся, что если люди услышали, я надеюсь, что будет, нормально все сделают нам. Надеемся на лучшее. Вот так буквально за один день преобразилась улица Халтурина. Сейчас это одна из лучших дорог в частном секторе на Шахтерском. Сейчас за моей спиной МАЗ выгружает высококачественный щебень на улицу Халтурина. Это одна из 18 машин, которые совершили сегодня сюда рейс. В каждый такой автомобиль входит порядка 30-35 тонн качественного щебня. Илона Измаилова, Сергей Зибзеев, телекомпания Соль-ТВ.